В статьях лучше зачитаю название. Николай Бондаренко к маю меня хотят посадить. И Володин принимает вызов Бондаренко на выборах в Госдуму. На нашем канале Надзен мы уже довольно детально обсудили возникшую неожиданную новую интригу, предвыборную интригу. А именно то, что известный областной саратовский депутат Николай Бондаренко может стать соперником на выборах спикера Госдумы Вячеслава Володина. Соперником на выборах как раз в эту самую Думу. Равно как мы обсудили и то, что сразу после этого началось. И на фоне посадки Алексея Навального с ровного срока Николая Платошкина и так далее, заявление Бондаренко о том, что к маю меня хотят посадить, было понятно, принято сразу на веру очень многими подписчиками, читателями и зрителями канала. Но и это бурно отразилось в комментариях на канале. Ну а дальше вдруг последовало неожиданное решение Вячеслава Володина принять этот вызов Николая Бондаренко. Это было действительно неожиданно. Уже видно, что номенклатура перепугана перспективой потери власти, что называется, до безумия. И она даже и близко не собирается создавать даже иллюзию честной борьбы на предстоящих выборах. Сильных оппозиционных кандидатов либо сажают, как Алексея Навального, либо дают им условный срок, что лишает их возможности принять участие в выборах, как Николая Платошкина, либо просто вынуждают уехать из страны, как Дмитрия Гудкова. И тут на тебе. И понятно, сложно поверить, что поступок Володина означает, что номенклатура собралась таки взяться за ум. И ясно также, что на наших каналах мало кто поверил, что Володин собрался бороться с Бондаренко на выборах честно. Но сам факт того, что Бондаренко как минимум собрались допустить к выборам, а не убрать его с предвыборной гонки, уже он более чем впечатляет. Ясно также, что на наших каналах мало кто поверил, что Володин собрался бороться с Бондаренко на выборах честно. И же ведь понятно, что честно ему выборы у него не выиграть. Более того, если он их выиграет нечестно, то в его триумфальную победу ведь никто не поверит. Также в комментариях прозвучала, на мой взгляд, довольно интересная мысль, что несмотря на то, что Бондаренко очень популярный блогер, тем не менее известность его еще не такая и большая. Даже в Саратове его не знает примерно половина населения. И, дескать, это дает Володину шанс таки на честную победу. И должен сказать, что резон в этом есть. Дело в том, что примерно половина нашей страны, половина населения нашей страны, еще предпочитает телевизор интернету. И борьба еще телевизора и интернета далеко не закончилась. Именно это и объясняет, что Бондаренко еще относительно малоизвестен. Но дело в том, что участие Бондаренко в выборах такого уровня неизбежно обеспечивает ему доступ на телеэкран. Ведь Володину придется, или уж во всяком случае 99%, что придется, пойти на теледебаты с ним. Пока что бегать от теледебатов с другими кандидатами с минимальным позором для себя получается только у Путина. Да и то, думаю, у него это получилось уже в самый последний раз. Но и ясно, насколько бледно Володин будет выглядеть на этих дебатах. И честно говоря, я не понимаю, зачем Володин сделал этот красивый жест. И я в упор не вижу, какую пользу он из этого может извлечь. С какого боку не смотри. Но он здесь в плане своего рейтинга теряет куда больше, чем получает. Поэтому я с большим интересом посмотрел ролик Николая Бондаренко на одном из его каналов «Голос оппозиции» о возможности таких дебатов. Ролик называется «Лучше зачитаю». Николай Бондаренко о дебатах с Вячеславом Володиным. Его там легко посмотреть. Хотя, в принципе, конечно, с самого начала было ясно, что и Николай Бондаренко понятия не имеет. По какой причине Володин пошел на какой шаг. Но ясно, что Николай сказал, что он, конечно, всей душой за такие дебаты. Но он сказал, давайте все-таки вначале дождемся выдвижения, выборов и так далее. И посмотрим, состоятся ли они. Лучше я не буду повторяться. Вот как он об этом сказал. Давайте вначале выдвинемся. Ну, я про себя, в частности, говорю. Все-таки, чтобы я не сел до выборов в тюрьму, или меня там не пререзали в подъезде, или вдруг не выяснилось, что у меня какой-то страницы паспорта не хватает в документах, которые необходимо сдать для регистрации. И после этого уже, собственно, если съезд примет соответствующее решение, будем настаивать, как вы правильно сказали, на дебатах. И резон тоже есть. Но сейчас ясно одно, что если Николай Бондаренко по какой-либо причине, получается уже по любой причине, не примет участие в выборах в Госдуму, то Володин просто потеряет свое лицо. В общем, повторюсь, я не понимаю, зачем Володин все это затеял. Хотя скажу, что я не верю, что он настолько оторвался от реальности, что уверен в своей честной победе. Это, думаю, уже перебор даже для номенклатуры, который из этого следует вывод, как говорил мультипликационный персонаж. Я пока вижу только одно объяснение. Номенклатура вообще и Единая Россия, в частности, уже просто откровенно не знают, что делать. И поэтому просто метаются из крайности в крайность. От прямых политических репрессий до вот таких красивых жестов. И ясно также, что ни репрессии, ни красивые жесты им уже не помогут. И думаю, фальшивая победа, которая 99% состоится на выборах в Госдуму в сентябре этого года, будет все-таки первой победой. Вернее, я думаю, с какого боку. Не смотри, эта победа обречена стать первой. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, пишите комментарии и смотрите мои аналогичные ролики. Какие именно вы видите на конечных заставках? Спасибо за просмотр!